Сегодня, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах. В октябре 1941 года, в ходе стремительного наступления, германские войска вплотную подошли к Москве, на оборону которой были брошены последние резервы Красной Армии. Советским командованием организовывались оборонительные рубежи. Жителями подмосковных городов в спешном порядке рылись окопы и траншеи, ставились противотанковые и противопехотные заграждения. Готовясь к отступлению, советские военные минировали и взрывали стратегически важные объекты – мосты, шахты, плотины, железные дороги. Несмотря на упорное сопротивление, немецким частям удалось рассечь советские войска, в результате чего в окружении попало более 600 тысяч советских солдат. В тылу врага были сформированы партизанские отряды, которые, пытаясь прорваться к нашим войскам, наносили немцам существенный ущерб. Давай, давай сюда! Держи, держи, сиди! Ниже крепи! Немцы! Там немцы! Ход, справа они! Товарищ военный инженер! Товарищ военный инженер! Там немцы! Где? Там, на том берегу. Уже совсем рядом. Кто? За мной! Немцы! 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 Вы закончили? Они только и успели разгрузиться. Где взрывчатка? Вон, наверху. Я сказал всем сховаться. Не иначе разведка. Может, они увидят, что плотинцы лёгонько и уедут? Тогда, считайте, повезло. А если не уедут? Может, на их того? А танкинску? Гранатами? Так они нас на бросок-то и подпустили. Вон, всё как на ладони. Передайте всем, в бой не вступать, сидеть тихо. Если это разведка, то, скорее всего, пойдут дальше. Есть. Ну вот и ладненько. Слушай мою команду! По неприятелю! Огонь! Маленько! Давай, давай, ну! Волчись! И он, волчись! Прыгнись! Волчись! Сюда! Сюда! Сюда, сюда! Экономер, бед! Иди, подвинь! Волчись! А кто-то туда! А кто-то туда! А кто-то туда! А! А! Хипе! Волчись! 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 Выходи, братва! С дом, Бобик! Собрать оружие! Собирай все! Ну что, лейтенант, без вас могли и не справиться! Что вы себе позволяете, старшина? Какие все наглаженные! Да что ж такое? Да ложите по формеру! Стреляю к чертовой мать! Отставить! Виноват! Головной убор потерял в бою! Разрешите обратиться, товарищ лейтенант! Разрешаю! Старшина Стрельченко! Исполняющий обязанности командира 18-го пехотного полка! Офицеры! Погибли офицеры! Я за старшего! Восьмые сутки пробиваемся к своим! Знамя сохранил! Эти трое прибились по дороге! Сколько из вашего полка? Пятеро! Все, что осталось! Вольно! Есть вольно! Вольно! Есть вольно! Аппаратцы одна по одному! Держаться, держаться! И так двое суток! От полка меньше роты осталось! Я единственный из командиров! И тут приказ отходить! А куда отходить? Ведь немцы ниже по реке переправу наладили! Зашли в тыл! В общем, кто прорвался, все со мной! Да уж! Досталось вам! А у меня вот приказ взорвать плотину и отходить! Наша линия обороны в километрах пятнадцати отсюда! Значит, перекур отменяется! Если это была разведка, значит основные силы где-то неподалеку! Мы с бойцами поможем с минированием и займем оборону! Пока вы не закончите! Хорошо! Главное успеть заряды заложить, а остальное ерунда! Если немцы, позволь! Поехали! Стёжкин! Тащите катушку на холм! Есть, товарищ военный инженер! Так! Вот ты черт! Семья? Да! Жена Вера, сын Андрей. Двадцать второго июня как раз год исполнился! Богатырь и жена красавица! Ну, долго окучил? Три года без малого! Серьезная бабочка! Можно и так сказать. Я, когда ее в первый раз увидел… Ложись! Легкими, сука, бьет латину, чтоб не повредить. Зацепило? Да вроде нет. Откуда бьют? А вот из того леса. Schneider, убыли с быкой в жены. Прикнись! Не плачут! Бьют! Будьте тупая латинia! Букат, убей! Баст Thanks! Субтитры создавал DimaTorzok Стёшкин! Живой! Бойцы! Слушай мою команду! Отходим, башу мать! Давайте! Давайте! Ещё немного! Субтитры создавал DimaTorzok Как ты добрый, в дам знать! Давай! Стоять! 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 Рви, лейтенант! Рви! Твою мать! Девушки отдыхают. 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 Может, еще и сподние показывать? немцы для своих диверсантов научились отлично сапоги шить. Не отличить от наших. Только вот с гвоздиками промашка вышла. Не ржавеют. Зараза. В отличие от наших. И все-таки самонадеянный вы человек, товарищ Стивич. И дерзкий. Насочиняли себе про нас черт знает что. И в позу. А между тем мы сделали запрос нашим смежникам. И они сообщили, что двое ваших сослуживцев вышли на других участках фронта. Их показания полностью совпадают с вашими. Более того, за организацию обороны железнодорожной станции Выпря вас представили к правительственной награде. Ну и последний. Вас рекомендовали для прохождения дальнейшей службы в спецшколы НКВД. И, как говорится, все это могло быть вашим. Если бы не одно но. Почему Вы не сообщили о Вашей встрече с военным инженером Жихаревым? Про плотину невзорванную. Догораживаете? Или пытаетесь скрыть свою вину? Вот, что пишут ваши сослуживцы. Петр Стрельченко устранил неисправность. Однако военный инженер Жихарев подрыв плотины так и не произвел. Если бы подорвал, мы бы сейчас с ним разговаривали. То есть, вас пожалел? Или у него была другая, более резкая причина? Например? Ну, например, преступный умысел с целью сдать врагу важный стратегический объект. Как вам такой вариант? Гипотетический. Ну, если гипотетический. Сомнения. Им нет места на фронте. Только факты имеют значение. Ну, а интерпретировать будут там, наверху. Ясно? Так точно, товарищ капитан. Ну, а в таком случае вот вам бумага, карантаж. Товарищ Сленченко, вступайте и перепишите ваши показания. И пишите не то, что видели, а то, что было. Ну, а дальше все остальное решать не вам. А когда закончите, получите направление, произведены документы, ну, и так далее. Слушаюсь. Хорошо. Да гидрит. Копать колотить. Ну, ты там, э! Понежнее давай, не дрова везешь. Спирки переводи. Давай, давай. Ну, чё, как говорится, дай бог не последний, а последний, не дай бог, до дна. Вперед. Куда я под колеса? А ты чё, девка, ошалела, что ли? Девки на заваленке, а я второй секретарь горкома. Товарищи красноармейцы, нам понадобится ваша машина для перевозки раненых. Приятного аппетита. Пошел, пошел, пошел. Помогайте. Пошел, пошел, пошел. Помогите мне, пожалуйста. Хорошо. Сюда давайте. Мне помогите, пожалуйста, залезть. Спасибо. Семья? Жена Вера, сын Андрей. 22 июня как раз год исполнился. Богатырь и жена красавица. Соня, все в порядке? О! Поехали! Оставь ты лошадь в покое. Аккуратно, аккуратно. Вот сюда давайте, давайте. Спасибо вам, товарищ. Еще раз извините. Да ничего страшного. Все хорошо. А как раненый? Нормально, вы меня простите, мне идти надо. Тут такое дело. Нам командованию нужно доложить, по какому поводу мы задержались в половине. Я поняла, если сейчас... Все... Товарищ Егоров, товарищ... Стрельченко, Петр. Стрельченко, Петр. Вот, держите. Если не поверят, то пусть звонят в райком комсомола. Я все объясню. Субтитры сделал DimaTorzok Мам, добрый вечер. Скорее уж, ночи. Мама, ну я же просила. Кучка преступников и негодяев позорит свой народ. При чем тут Гёте? Есть будешь? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Таким образом, согласно директиве номер 148 от 29 июня 1941 года по усилению борьбы с уголовной преступностью, дезертирством и мародерством патрулю проявлять максимальную бдительность Особое внимание уделять объектам торговли и финансово-хозяйственного назначения При выявлении правонарушений проявлять самые жесткие меры по их пресечению При малейшем сопротивлении оружие применять без предупреждения Все ясно? Так точно Для усиления каждому патрулю будет придан боец оперативно-комсомольского отряда Который почему-то опаздывает В гражданской патруле плохая примета, товарищ капитан Толку никакого, а в случае что еще отвечать за них? Товарищ капитан, командир оперативно-комсомольского отряда Жихарева Почему опаздываете? Объявляю вам выговор Хорошо Не хорошо, а есть, товарищ Жихарева Есть выговор, товарищ капитан Встать в строй Инструктаж проведет старший патруля во время маршрута Все, кто не получил оружие, следовать за мной Остальным приступить к службе Разойтись! Мало того, что гражданский, так еще и баба Опять вы? Опять я В Москву? Пошли Ничего, там им устроят теплый прием На нашу Куряп-район иногда бы несколько налетов было А у вас осколочная? Шальная Если не хотите, вы можете не рассказывать Да тут и рассказывать ничего Мы должны были плотину подорвать А тут немцы Пришлось ступить в бой И как назло, взрывом провод перебил Вверх пополз Обрыв нашел уже С самой плотины Скрипел провода, кричу нашему инженеру Рви, а он Смотрит на меня И И дальше взрывок Граната взорвалась Ну, а потом что? А потом я очнулся, кругом немцы Не знаю, почему не заметили Наверное, подумали, что я Мертв До полского и как До воды, а там дальше в платье А инженер? А почему вы спрашиваете? У меня муж в инженерных войсках Я о всех инженерах Переживаю Вера, я, наверное, должен вам сказать Видите? Вроде фонариком подсвечивает кто А что там? Да пес его знает Вроде склад какой-то Это магазин Товарищ Жихарева Бегом к ближайшему телефону Иденка за мной Да Возьми Ну, приятного аппетита Да то ж, пацаны Да вы шо ж творите-то, а? Вы что, не знаете, что за такое полагается Без суда и следствия? Нам сказали Все равно, скоро немцы придут А кто сказал? Да А ну-ка, а ну-ка, давай на выход Давай на выход И давай Смотри, стреляй без предупреждения Руки Руки Стоять! Стоять! Все Финиш Прибежать Да брось, вояка Ну, ты же не легавый Давай разойдемся краями По-доброму Так и я О том же Мордой Вниз И тише воды Ниже травы Ну, смотри Сам нарвался Сука Я его убила? Живой Я думал, уже все А ну, иди Ну, как ты, сержант? Да, жив А что у вас? Один готов Этот, он живой, сволочь Надо до трибунала А что с этим-то делать будем? И там разбираться не будут, кто меня пырнул Как вас угораздило с бандитами связаться? Они же вас как овец, но оба вперед себя поставили Простите, пожалуйста Мы больше не будем Честное слово Комсомольцы? Ваше счастье Другой разговор был бы Пустите их Расстреляют же дураков А если это взболтнет? Скажем, что не догнали А вы завтра В десять часов Чтоб были около райком Комсомола По эти укрепрайон строить И не смейте увильнуть Я вас запомнила Ну, что стои Бегом марши, чтоб пятки сверкали Ну, еще быстрей Бегом Двое за мной Иди, помоги Есть Тяжелый гад Давай, до Волкова Куда взяли? Бронитан Ну, вот и отписались Мне кажется, по поводу сбежавших нам не очень поверен Зато мы три жизни спасли Доброе Четыре Если бы не вы, то меня наверняка бы Так, каждый поступил Не скажите Я пойду А можно я вас провожу? Как хотите А вы двойные Ке в работу? Дошиферил Понял Понял А знаете, что Петр означает камень? Как ты не задумался? Напрасно Хорошее имя Значит, крепкий Не прошибешь Такие сейчас нужны Моего мужа, например, Борис зовут Значит, Борец Он, когда на последнем курсе учился Его поставили бригадированную прокладку высоковольтной линии А там по линии деревья росли И на одном дереве он увидел гнездо А там птицы И он наотрез отказался рубить Вроде приказ, обязан А он отказался Борец Очень запах Зато красиво Это красиво? Я сейчас вам покажу, где красиво Идемте Это наше место Я сюда прихожу Когда уж совсем не в днем году Как будто и войны нет Душевно Говорит Москва Новости последнего часа В течение ночи Наши войска продолжали вести бои на всем фронте Особенно ожесточенные бои Шли на западном фронте Близ городов Неберова Колицына Олимов Вероломное военное нападение Китлеровской германии На нашу Это уничтожить? На погрузку Это уничтожить? А учетный архив куда? Сейчас Горин приедет Это на погрузку, он решит Ребят поднесите еще коробку Вера, пойди сюда Тут учетный архив Его куда? Все туда бросай Это на погрузку Давай, давай Что-то случилось? Да, случилось Только что мне это выручил Уполномоченный особого отдела НКВД Борис сдался в плен Я в это не верю К сожалению Это установленный факт Показания свидетелей на второй странице Особист хотел с тобой поговорить Я сказал, ты будешь только вечером Зачем? Мне нечего скрывать Ты что, не понимаешь? Чем-то грозит Забыл, что ли, приказ 277 Об ответственности за значу в плен А если он был без сознания, когда вы немца взяли? Такое тоже может быть? Да все может быть Только Я могу что-то для тебя сделать? Мне надо отправить мать и сына Хорошо До вечера успеют собраться Можно я на меня еще раз гуляю? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Левый! Левый! Шире шаг! Левый! Раз, два, три! Шире шаг! Не растягивайся! Вера, я... Вера, ну подождите, куда же вы? Ну... Вера, я должен вам сказать... Все, что я должна знать, я уже знаю Боюсь, что ничего нового вы мне не скажете Всего доброго! Поедешь с бабушкой на грузовике путешествую? Да? Потом на поезде Это наш грузовик? Чужой грузовик? Не наш Но зато грузовик Да, а там ты пойдешь в садик У тебя будут новые друзья Туда мы сейчас пойдем А там много грузовиков Много грузовиков, да Но нам нужен один с тобой Зеленый О, видишь там? Видю Зеленый? Зеленый, да Вот смотри, мы уже пришли У тебя такая игрушка есть Так Сейчас Бабушка, ты теперь за главного, да? Будешь следить за бабушкой, да? А я скоро приеду, да? Мама, я вас очень люблю Я скоро приеду Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Доложите о потерях Потерь нет, товарищ полковник Там троих зацепило, ну так, ерунда Зато этих почти сорок штук Как, товарищ полковник, некоторым сбежать удалось? То, что потерь нет, это хорошо А что сбежали, это плохо Уходим Командуйте В колонну по два Становись Ну что, вы с нами? Почему это должно с вами? Немки сегодня крайне недружелюбны Счастливо оставаться, барышня ДимаTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ ДИНАМИЧНАЯ Противник нейтрализован! Согласен Копать колотить Куда ты денешься? Фух! Становись! Товарищ старший лейтенант государственной безопасности, учебная задача выполнена. Диверсионная группа учебного противника нейтрализована. Потерь среди личного состава нет. Командир группы захвата курсант Стрельченко. Вольно разойтись. Вольно разойтись! Стрельченко. Ваша успеваемость весьма похвальна. Разве что. Взрывное дело малость покинуть. Очень скоро у вас будет такая возможность. Только в боевых условиях. Для выполнения задания вам поручено отобрать десять человек из числа курсантов. На ваше усмотрение. Вопросы есть? Никак нет, товарищ старший лейтенант. Время пошло. Есть. Разрешите? Да-да. Товарищ капитан государственной безопасности, курсант Стрельченко по вашему приказанию прибыл. Проходите, товарищ Стрельченко. Прошу. Вам знакома эта местность? Так точно. Я здесь выходил из окружения. А что вы можете сказать о плотине в этом районе? Я уже рассказывал об этом случае не один раз. Я не обои. Меня интересует ваше мнение о ней как потенциальном объекте. Объект как объект. Хорошо храняется. Это еще мягко сказано. Данная плотина является ключевым звеном районной энергосистемы, которая обеспечивает электричеством ряд важных объектов, которые мы, к сожалению, не смогли уничтожить при отступлении. В том числе и завод по производству высокотехнологичной стали. Понимаете? Так точно. Исходные материалы для танковой брони. Именно. Кстати, что с вашей группой? Группа полностью сформирована и готова к выполнению заданий командования. А вот эта плотина и будет вашим заданием. Вы должны будете ее уничтожить или нанести такие повреждения, чтобы восстановлению она не подлежала. По крайней мере, в ближайшие месяцы. На подготовку сутки. Вопрос есть? Мы действуем одни или... Или. На месте вас встретят товарищи из местной парт организации, наши подпольщики. Они же ведут вас в курс дела и обеспечат взрывчаткой. Еще вопросы? Вопросов нет. Разрешите идти? Идите. Значит, говорите, немцы уже под Москвой? Угу. Веселенькое дело. Тут ее второй день у канонады не слышу. А вы давно так? Выходите? Почитай из-под самого Витебска. Каждый раз по яме. По-разному бывало. В нашем положении вступать с фрицами в открытый бой было бы глупо. Но в этот раз не выдержали. Мне людей из деревни согнали. Хотели расстрелять. Но мы... Они потом сутки у нас на хвосте висели. Вольгот на себя чувствует. Собаки, как дома. Уже не чувствуют. Товарищ полковник, там самолеты гасить костры? Не надо. Усильте всю эту маскировку. Пускай люди отдохнут. Есть. На Москву пошли. А вы как за линией фронта оказались? У меня муж. Офицер инженерного полка. Я ищу. Он без вести пропал. Да. Третий раз здесь воюю. Но чтоб так драпать впервые. Почему в третий? Империалистическую. Гражданскую. Вот сейчас. А вы места эти хорошо знаете? Сна. Идите-ка сюда. Вот про это болото что скажете? Так это в обратную сторону. Там все болота глухие. Немцы тоже так думают. Товарищ полковник. Пожалуйста. Каша готова. Приятного аппетита. Спасибо, Максотов. Ты вот барышню лучше накорми. Идите. Поешьте. И отдохните. Спасибо. Юроских здесь. Присядь. Пойдем через это болото. Вот сюда до Спаска. Река перейти можем по плотине. Надо завтра проверить, не взорвана ли она. Так это ж мы к Фрицу в тыл прямо. Правильно. Этого нет. Нас не ожидают. А потом резко на север. Вот в этот лесной массив. И пускай они нас там ищут. 150 километров крюк. Правильно. Хитро. Поварищ полковник. Ну вот как-то вот так. Марлен. Марлен. А? Спасибо, товарищ Максудов. Пожалуйста. Меня Бахтювер зовут. А меня Вера. Очень приятно. Немцы-то всего из десяток. Может, управимся, а? А пулеметы? А я пулеметчиков первыми срежу и никого к ним не подпущу. А вы в это время атакуете. Поживем, увидим. А это еще кто? Да черт его знает. Смотри. Предать какая-то шишка важная. И зайти уезжать будет один. Может, напрямки через лес тут близко? Срежем, языка и возьмем. Как считаешь? А что, сейчас нас со всех сторон обложат? Давай без фанатизма. Уходим. Ладно, уходим. В общей сложности их там не менее трех десятков. Из серьезного оружия у них только пулемет. Штуки три. Еще там военнопленные были. Немцы их на работах используют. Сколько? Ну, я насчитал человек 14. Охранят их так себе. Скорее, приглядывают. Я считаю, все равно здесь не пройдем, товарищ полковник. Другой путь искать, что ли? До следующей переправы сколько? 40 километров. До нее еще дойти надо. Да и то, что дойдем, не факт. А если попробовать привлечь война клинок? Товарищ полковник, а вот это привлечь-то в каком смысле? Подать им сигнал, скоординировать наши действия. Как вы считаете, барышня? Ну, если их плохо охраняют, то они действительно могли бы нам помочь. Нет, мысль, конечно, замечательная. А как мы этот сигнал подадим? О, работает. А сбоку Мороза? Точно. Ну, а если никто из них ее не знает? Придется довериться в случае. Надо придумать, чем отвлечь немцев. Всем все ясно? Да. Тогда готовьтесь, свободно. Товарищ полковник, у нас много завтра шансов? Шансов много или мало не бывает. Он либо есть, либо его нет. У нас шанс есть. А вот получится ли его использовать, это вопрос. Но мы приложим все силы. И это я вам обещаю. Спасибо. Ну, то не за что. А вот когда мы присоединимся к регулярным частям Красной Армии, вот тогда вы не отвертитесь. Тогда шоколадка и коньяк, как минимум, КВ. Договорились. Но я хотела бы тоже унести свой элит. У меня есть идея. Идея? Это хорошо. Похоже на морзянку. Просит подать знак, если мы их поднимаем. Как думаешь, кто это? Окруженцы. Да какая разница? Главное, что наши. Они будут прорываться через плотину с той стороны. Нужно помочь им. Ну как? Нужно захватить пост на этой стороне. Вот он. Можно попробовать. Только если очень быстро. Наших бы как-то предупредить. Не надо. Когда мы начнем, у них не будет выбора. Это знак. Ты че? Это знак. Кonde? Они будут выборов. КОНЕЦ! Вперед! Три-два, делай, как я! Вперед! Огонь! Что это? Вперед! Отходи! Не пошите верно, сен-тей! Вперед! 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 Мич Монтакоев, линкор Марат, Балтийский флот. Эти нацинки, 41-й истребительный авиаполк. Я так понимаю, товарищ полковник, вы главный? Правильно понимаете. Все подробности потом. Юровских! Здесь! Собрать оружие и документы! Есть! Отряд, слушай мою команду! Собрать оружие и документы! Строиться! Рацию нашли, вроде работает. Отлично. Надо взять ее с собой, связь нам нужна. Слушаюсь. Товарищи, за помощь спасибо. Все вновь прибывшие будут зачислены в отряд. Селиванов! Я! За пулеметы объявляю благодарность. Служу Советскому Союзу! Отряд! Слушай мою команду! Налее! О! Давай, командуль, уходим. Шагом! Марш! Вера! Ну как вы, не замерзли? Нет, ничего. Так нормально. Я бы хотела… Я все понимаю. Давайте потом. Угу. Догоняйте отряд. Давайте! Бегом, бегом, бегом! Есть! Быстрее! Ну, вот как-то так. Внимание всем! Через три минуты будем на месте. Высадка не в центре сигнальных костров, а не менее одного километра справа. Заранче сдержать пучность. До тех пор, как бы не соберемся вместе в сигнальных костров, я выходить. Все ясно! Готовь! Мудришь ты, командир! Береженого Бог бережен! Пошли! Тихо! Свои! Где остальные? Не знаю. Я никого не видел. Я, это, парашют с дерева снять не смог. Так, ничего, в другой раз снимем. Егоров где? Да куда я денусь? Давайте в темпе вальца. Значит, еще двое. Это на север. С полверсты отсюда. Так, колонна по одному. Гальский со мной. Егоров. Замыкающий. Есть. Понеслась, товарищи. Давай. Давай сюда. Что у вас? У Бушуева нога сломана. Аж кость торчит. Я повязку наложил, но сам он идти не сможет. Значит так, взяли, понесли. Давай-давай-давай. Давай, мужики, скорей. Ну, шевелите помидорами. Тихо-тихо-тихо. Огонь. Огонь. Гальский, за мной. Егоров, прикрой. Встречаются точки 3. Понял. �過來. Встреча. 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 Вы tienes путь maths. Первый, второй, вверх, вверх! 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 Вверх, вверх! Вверх! Два! Вверх, вверх, вверх! Вверх, вверх! Ну, а под конец побывки началась война. Но я, соответственно, в ближайшую часть. С ними я и принял первый бой. Он же и последний. Нас закончились боеприпасом, пошли в контратаку. Там меня и приложили. Оказался уже в плену у немцев. В рабочую группу на плотину сами напросились или заставили? Ну, что греха-то эти. Сами пошел. Ну, потому что тот тип, который нас на работу принимал, он обещал хорошую кормежку. Ну, вот я подумал, подкормлюсь немножко и дёру дам. А тут и вы появились. А тот, кто вас набирал, ты из немцев? В том-то и дело, что наш он. Судя по речи, из офицеров. Кажется, инженер он. Фамилия как? Откуда же я знаю? Да. Немцы его называли гер-инженер. И мы его так же называли. Я даже как-то к нему хотел подкатить по поводу побега. А потом понял, что он не за страх, а за совесть у них служит. А это в чем выражалось? Ну, уж больно уважительно они к нему относились. Он на плотину с охраной приезжал, с личной. Часто? Бывало через день, а бывало и по два раза в день. Приедет, указание даст и отчаливает. Опишите его. Ну, лет тридцати, среднего роста, худощавый. Буринет, видный он такой. Может, у него какие-то особые приметы есть? Шрамы, родинки, наколки. Есть такое. На левом запястье у него шрам был. Да, точно. Точно. Шрам был. Извините. Ну, что ж, я поздравляю вас. Вы не приняты в отряд. Служу Советскому Союзу. Какие еще? Это ваш муж, я правильно понимаю? Пойду туда прямо сейчас. Я должна сама убедиться. Глупо. Мы далеко отошли, километров двадцати. Да и ночью дворе. И мне все равно, пока я сама не увижу, я не поверю. Понимаю, понимаю. Нет. Вы не понимаете. Да нет. Может, как раз я именно и понимаю. Разные в жизни ситуации бывают. Я в тридцать восьмом срок получил. Правда, в сорок первом реабилитировали. В общем, повезло. Ну, что? Да... Длинная история. А вот сейчас там, за линией фронта, думают, что, может, мы в плен попали. Может, стали предателями. А у меня в оранжей семье. Жена, сын, дочка. А связи нет никакой. За линией фронта нам пока не перебраться. Что нам делать? Пока здесь останемся, будем сил набираться. Попробуем наладить с нашими связь. Ну, и бить фашистов. Как-то так. А по поводу проверки вашего... Удобряю. То есть, я прям завтра могу туда пойти с утра? Я вам двух бойцов дам. Так безопаснее будет. Спасибо, товарищ командир. Да можете называть меня Юрий Петрович. Нет. Вы командир, я ваш боец. Давайте соблюдать субординацию. Да? А вы уже боец нашего отряда? Не видел заявления? Ну, я могу написать. Да не стоит бумагу марать. Достаточно будет устного. Слушаю. Товарищ полковник, прошу принять меня в отряд. В качестве бойца. Клянусь служить и бить фашиста. Не жалей ни сил, ни жизни. Ну, что ж, убедительно. Считайте, что ваше заявление одобрено. Вы приняты бойцы нашего отряда. Ну, а раз так, то слушай боевой приказ. Все переживания отставить. Привести себя. Все. Порядок. И марш отдыхать. Слушаюсь, товарищ командир. Что ж, может она нам и пригодится. Кто знает. Где остальные? Только мы ушли. Да и то, если бы не Кузьмак. Что думаешь, командир? Думаю, ждали нас здесь. Да это понятно. Дальше что? Ну, все умеет. Уходить надо из этого района. Гасский, за мной. Егоров, замыкающий. Пошли. Слушай-ка, Максудов, а как по-вашему будет, к примеру, гриб? У нас в фергане нет гриб, значит, слова такое нет. Ну, что у вас есть в вашей фергане? Яблоко есть. Урюк есть, дыня есть. Виноград есть. Арбуз есть. Арбуз, эко небедро. У нас на юге этого добра навалом. А арбузы у нас такие, что в них жить можно. Ты врешь. Такой арбуз не бывать. Какой арбуз? Темнота-то не русская. Арбуз, говорю, тыква, значит. Слушай-ка, Максудов, а как по-вашему будет хлеб? Нон. Слушай, Максудов, а как по-вашему будет площадь? Майдон. О, Майдон. Майдан, по-нашему. Значит, право было наш полетру, что все языки от одного происходят. От какого только не успел сказать. Погиб. Слушай-ка, Максудов, а как по-вашему будет, к примеру, пулемет? Шайтан мультук. Отстань, Селивана, много болтаешь. Да что не поболтать-то за хорошей беседой и время быстрее бежит, и дорога короче кажется. Тихо! О, слышишь? Это что такое? Штраус. Сказки Венского леса. Да нет. Каша пшеная. Со шкварками. Уходить надо. Давай, туда. Нет. О, Харда. Ничего не боятся. И обустроятся вроде как серьезно. Интересно, какого враждаю тут надо? Некогда выяснять. Надо доложить. А может, мы их того? Пощекучен слегка. Совсем дурак, да? Еще немцы могут быть поблизости. Тихо. И все-таки, господа, мне кажется, что из всех тех мест, которые мы успели осмотреть, вот это самое подходящее для аэродрома. А что скажете вы? Боюсь, я мало понимаю в строительстве аэродромов. Зато обе лейтенант Кемке в этом прекрасно понимает. По удобству расположения и близости к инфраструктуре у меня возражений нет. Но есть один нюанс, господин Штурманфюрер. Какой же? Плотина. До нее около пяти километров отсюда. А русло реки проходит примерно в пятистах метрах отсюда, вот там за лесом. Плюс отрицательный рельеф относительно уровня поверхности воды. В общем, в случае гидротехнического прорыва будут неприятности. Что значит неприятности? Я думаю, что об этом лучше спросить у специалиста. Ну, в худшем случае волнопаводка будет здесь через двадцать минут. И какие могут быть последствия? На этом месте образуется небольшое озеро. А почему может быть такой прорыв? Кто знает, землетрясение, ураган, падение метеорита, например. Или диверсия. А, понимаю. Вы об этом инциденте два дня назад. Я могу вас уверить, такое больше никогда не повторится. Охрана плотина значительно усилена. К тому же я уверен, что это была случайная группа русских, которые выходили из окружения. Они ведь даже не пытались повредить объект. Что ж, мое дело предупредить. Да, вы это сделали. И мы это обязательно учтем. И несмотря на это, я настаиваю на том, что аэродром будет именно на этом месте. И двадцать минут, между прочим, вполне достаточный срок, чтобы самолеты успели подняться в воздух. Вам виднее? Товарищи, еще недавно мы были окруженцами с боями, пробивающимися к линии фронта. А сейчас мы партизанский отряд. Самостоятельная боевая единица. А раз так, то мы клянемся исполнить свой священный долг перед нашей Родиной. Клянемся бить фашистских гадов за слезы наших детей. За боли и страдания наших матерей. До тех пор, пока не внесем наше боевое знамя в их поганое логово. Клянемся! 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 Легкой победы я вам не обещаю. Будет много крови, пота и боли. И каждый доживет до этого светлого часа. Но победа будет за нами! И враг будет разбит! Это я вам обещаю! Что? Товарищ полковник. Стрядка! Слушай боевой приказ. Борису Жихареву, добровольно сдавшемуся в плен, верой и правдой, служащему фашистским захватчикам, вынести смертный приговор! Если сдавшийся враг еще может рассчитывать на наше помилование, то предателя Родины нет! Приказ привести в исполнение. Командир отряда, полковник Налетов. Вольно. Можете разойтись. Суть по тому, что принимающая сторона тоже не выходит на связь. Что-то произошло. По всей видимости, провал. Ну, то есть, по-твоему, на этой группе можно ставить крест? Я бы не торопился с выводами. Ишь ты, не торопился бы он с выводами. Давай, готовь вторую группу. И с этим бы я тоже не спешил. Уверен, немцы их ждут. Что ты предлагаешь? Я предлагаю еще подождать. Перед вылетом Стряченко предложил высадиться не на сигнальные костры, а чуть в стороне. На всякий случай. Я дал добро. Угу. Думаешь, кто-то из них мог уцелеть? Почему кто-то? Могли и все. Тогда почему они не выходят на связь? Если кому-то удалось выжить, первое, что он должен сделать, это уйти как можно дальше из зоны пеллинга местных станций радиоперехвата. А это, по крайней мере, 80-90 километров. Ну да, это понятно. Тем более, если учесть, что пойдут они не по прямой, а петляя, стряхивая возможную погоню, то умножай на два. Так точно. В лучшем случае двое суток. Которые уже истекли. Но ведь на месте им тоже нужно как-то осмотреться, выяснить обстановку. Да и с рацией могут быть проблемы. Ну, короче, что наверх будем докладывать? Сколько еще ждать? Я думаю, трое суток, не меньше. Потом будем готовить вторую группу. А это еще два дня. Да. Ладно, считай, пять суток у тебя есть. Я пока запрошу данные разведки. По этому и прилегающему району может что и выяснится. Давай пока с тобой попытаемся понять, где они могут выйти на связь. Если, конечно, уцелели. Посмотрите. Вот здесь плотина. Ну что ж, неплохо, неплохо. Я могу из большей дистанции. Я когда наворошиловского стрелка сдавала, с 25 метров 92 очка выбила. Ну, тогда были идеальные условия. Никто и ничто вам не мешало. Когда дойдет до дела, будет совсем все по-другому. Давайте попробуем еще раз. Бах! Это самое меньшее, что может с вами произойти. Значит, буду стрелять в упор. А вы когда-нибудь у человека стреляли? Сейчас вы скажете, что мне нужно будет стрелять не просто у человека, а у отца своего ребенка. Но для меня это вопрос принципиальный. Это должна сделать я, поэтому прошу закрыть эту тему. Я вас не буду договаривать. Я дам вам двух бойцов. Один будет ждать в условном месте, другой пойдет с вами. А сейчас идите отдыхать. Есть. Солодовников. Я. Товарищ полковник. Он, кажется, местный. Да недалече из Нелидовья. Когда шафирил до войны, то в эти края частенько катался. Пойдете с Верой. Будьте осторожны. Действовать будете по обстановке. Вам все ясно? Так точно. Идите. Есть. Не он? Нет. Нас чего ты вообще взяла, что вот тут искать надо? Если он у немцев по технической части, может постоянно и в разъездах быть. А свою работу он должен докладывать. Комендатура здесь, значит начальство. Тоже верно. Ну, а если он нынче не появится? Завтра придем. Без документов много не находишься. Патрули вокруг. Да и стемнеет скоро. А ведь они наверняка и комендантский час ввели. Значит, здесь переночуем. Идут, что ли? Да, это он. Командир, когда на связи-то выходить будет, то мы таких хорчак долго не протянем. Через два дня. Нас на гость уже похоронили, наградили по смерти. А за что наградили? Тоже верно. Значит, просто похоронили. С завтрашнего дня начнем обследовать окрестность. За мной. За мной. Делаем, как уговорились. Ты стреляешь, я страхую. И не вздумай с ним лясо точить. Подошла, пальнула и хода. Понятно? Да не здесь ты чего. А мне все равно. А мне нет. Главное местечко найти потише. Тогда шансов будет уйти больше. Прости. У меня что-то нервы, соседний черт. Господин Жихарев. Опять пешком с секретными документами. Подойдите-ка сюда. Отдайте мне ваш портфель. Солдат! Проводите этого человека. Поехали. Пойдем. Подержи. Интересно, что за богадельня? Костинец. Откуда знаешь? В немецкой школе учу. И охрану что надо. На рапу тут не проскочишь. Ну что, девчонки, вы все ли все? Вы идете на биржу труда. Устраивайтесь. В эту контору. Которая поставляет женщин для развлечений. Там работают одни беженки. Поэтому с трудоустройством не будет проблем. У тебя какую-то проверку надо будет пройти. Издевайтесь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Звучит музыка. 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 Там вас встретит группа прикрытия. Ох, чё и будут сегодня дела! Ишь, сколько понагнали! Простите, в каком смысле? Новенькая? Уготуйся, будет ведомок от папироски. Ничего, лихая беда начала. Аусвайс. Аусвайс. Распределяют, кто кому достанется. Чтоб никто ни с кем не сошелся. Каждый раз к разному отправляют. Аусвайс. Шнелер, шнелер, аусвайс. Ну, Исюм, дуреха! Кто в коне пошел, тот в воду вози. Ну, перетерпишь, в конце концов, как-нибудь. Не могу. Честное слово, не могу. Честное слово. Что случилось? Двадцать восьмой достался. Да там гад один живет. Немцы его почему зрячий хвостят, а он вот теперь. Для нас отыгрывается. Сволочь, одним словом. Тебя как зовут? Зоя. Что? Теперь это Вера. А я Зоя. Идет? Угу. Угу. Тебя как? Да. Угу. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДимаTorzok Они знали обо мне все. Мне прогресс Волхов. Я им был нужен. А убеждать Гершуль сумеет. Пятый. Еще одного пристрелить, Борис? Еще одного, Борис? Первый, второй, третий. Теперь я герой инженер, машина, охрана. Не забудешь смеяться. Любимая работа. Это зачем ты в петлю полез? Не могу больше. Выдохся. Сломалось что-то внутри. Так что давай, делай то, зачем пришла. Так будет даже лучше. Да. Так будет правильнее. Меня уже все равно не спасти. Это большее, что я могу для вас сделать. Прости. Ты меня прости. Завтра. Завтра я буду в отряде и скажу, что ты готов искупить свою вину. Мы будем ждать тебя на окраине. В лесу, возле развалина. Придешь? То есть чем ты это делаешь? Потому что ты мой муж. Ты отец моего ребенка. И я тебя люблю. И сделай так, чтобы я не пожалела об этом. Заманчиво. Заманчиво. А вы это сами ему верите? Только честно. Он мне пообещал. Вот как. Что скажешь, Мадлен? Скажу, что мы говорим о предателе. Он сначала своих предал. Теперь готов предать немцев. Где гарантии, что он при удобном случае не предаст еще раз? Я понимаю, что это звучит неубедительно. Но если я за него поручусь. После провала операции ваше ручательство немногого стоит. То есть мне нужно было выстрелить в него, когда он болтался в петле? Вам нужно было выполнить приказ. Так. Успокойтесь оба. Иметь своего человека у немцев нам не помешало бы. И мы вот так запросто поверим ему на слово? Допустим, мы ему поверим. Он направдает наше доверие. Его помощь и кажется существенной. Но мы не можем дать никаких гарантий, что ему поверят там, за линией фронта. Понимаете? Я понимаю. Но я прошу дать ему шанс. А если там засада? Надо сделать все, чтобы минимизировать риски. Товарищ полковник, может, все-таки я пойду? Зачем же человека оскорблять недоверием? Пойду я. А привести приказ в исполнение мы всегда успеем. Спасибо. 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 Оружие. Чисто. Оружия нет. Да и вокруг чисто. Здесь останьтесь. Поговорим? Значит, вы говорите, если взорвать плотину, то все предприятия в районе лишатся электричества. Не только предприятий. В десяти километрах вниз по течению немцы достраивают полевой аэродром. В случае серьезного прорыва дамбы его просто смоют. Сколько взрывчатки потребуется? Минимум килограмм двести. И то, если строго заложить в точке инициирования. Ну, здесь все. План объекта, схема охраны, там же про аэродром и чистые бланки и документы. С печатями. Как объясните вашу отлучку? У меня сегодня выходной. Я сказал, что хочу выспаться, поэтому охранной машиной мне не понадобится. А здесь похватится? Может спрашивать? Сошлюсь на нервы. Скажу, что просто гулял. У меня уже такое было, они мне верят. Поэтому только охраняют. Не следят. Кстати, немцы активно кого-то ищут. То ли парашютистов, то ли какой-то отряд. Одним словом, связь у них точно есть. Откуда знаете? Недавно прислали мобильный пеленгат. Они уже неделю прочувствуют район. Угу. Понимаю, для документов потребуются фотографии? Я достану фотоаппарат и все необходимое. Ясно. Не спрашивайте про гарантии. А смысл? Даже если вы мне их дадите, они будут иметь мало веса для трибунного. Понимаете. Со своей стороны обещаю, что сделаю все возможное. Понятно при условии? Я понимаю. Вон туда. Счастливо. Умаялась. Который день толком не спит. Все, пора уходим. Уже? Склад какой-то. А не какой-то. А тылового обеспечения. Вон там, где бочки катают. Там похоже ГСМ. Значит, если это рвануть, на склад перекинется. Ох, и фейерверк будет. Да, фейерверк хороший. Только чем рвануть. Может, на этом складе как раз и взрывчатка есть? Ну, и задача у нас другая. Все равно об этом доложим. Все, уходим. Давай, пошел. Есть. По режиму охраны плотины все подтвердилось. По аэродрому тоже. Скоро будет готов принимать даже грузовые самолеты. А что с пеленгаторами? Пока засекли только один. Они же в одиночку не действуют. Я думаю, где-то ходят еще. Минимум два. То есть, Борис дал верные сведения? Не только верные, но весьма ценные. Реализовать мы их не сможем. Народа маловато. Взрывчатки нет. Надо срочно с нашими связываться. Радиус действия нашей станции максимум километров пятьдесят. Да и то при хороших погодных условиях. Ну, а что если связаться с теми, кого немцы ищут? У них-то точно есть выход на наших? Как? Составим сообщение. Выйдем в эфир, будем надеяться, что нас услышат. Без кодов, открытым текстом. Да немцы нас в раз засекут и вычислят. Каждый раз будем менять место и время выхода в эфир. А коды будем рисковать. Если попробовать школьный шифр? Ну, мы так записки друг другу передавали, чтобы учителя ничего не поняли. Например, А это один, Б это два и так далее. То есть, все слова вывернуты наоборот и читаются без пробелов с конца. Черт. Я же сам девчонкам такие записки писал. Угу. Ну, значит, как-то так. Слышишь, командир, тут в эфире ерунда какая-то. В каком смысле? В прямом. Кто-то цифру стучит. Непрерывно и без пробелов. Действительно ерунда, Борискин. Действительно, бред какой-то. Так это школьный шифр. Чего? Ну, детишки в школе так секретные записки пишут. Не писал, что ли, по малолетству? Расшифровочка. Дружная компания отстала от поезда. Ищем земляков или добрых хозяев. Ответ ждем 30 дней. До смены адрес. Значит так, какая-то группа выходит из окружения. Сейчас 30 минут меняют место. Может, немцы что-то мудрят? Вряд ли, чем похитрее придумали. И, судя по чистоте, эта армейская рация с малым родился. Сколько до них? Ну, если они в лесу и погодка нынче так себе, то максимум километров 30. Надо проверить их. Как? Склад тут есть, охрана мало. Пусть возьмут, а мы посмотрим со стороны. Так, а если они откажутся? Если они те, за кого себя выдают, то не откажутся. Шифруй ответ. Я задам наперед. Таким же. Прямо сразу на связь вышли? Так точно, товарищ полковник. Через 14 минут после первого сеанса. Добро, добро. Ну все, отдыхай. Есть. Добрые хозяева будут рады гостям за ПТ. Но есть сомнения в прописке ТЧК. Проверить документы можно по адресу улицы Местная, дом 16, квартира 33. В течение двух месяцев. Я только понял, что нас проверить хотят, но если хозяева, значит местные. Но кто они такие на самом деле? А какая разница? 16-33. Это вот здесь. Склады. Вот их нам предлагают ликвидировать. А если это немцы? Если немцы, то нас будут там ждать. Предлагаю из бойцов отряда сформировать разведгруппу. Проверить посты. Когда меняются? Сколько? Кто охраняет объект? Проверить все подходы и выходы. Есть ли усиление? Если это немцы, значит будут ждать, охрана будет усилена. А если наши, то по окончании акции найдут как с нами взаимодействовать. Опасно. Опасно. Другого выхода у нас нет. Одним я здесь тоже долго не протянем. В течение двух месяцев? Двух дней, Марлен. Двух дней. Кольчуют мое сердце. Не придут они сегодня. Придут, не придут. Мы им срок дали. Будем ждать. Ты что скажешь, наши? Скорее, наши. Если бы ловушка, я бы заприметил. Я что-то почти сутки кукую. Глянь, правую вышку. Часового сняли. А, опять ниже глянь. Лихо работают. Только за забором наверняка сигналки натыканы. Теперь точно знаем. Наши. Пока вроде все по плану. Немец, он тоже как. Больше за свою шкуру дрожит, чем за скот. Он как-то это. Знать бы еще, что у них там эти сигнальные ракеты. Все, сигнал отход. Есть. Бери четырех бойцов, и он с той стороны на себя оттяните немца. Вы сразу выходите. Есть. Селиванов! Максутов, ко мне! Остальные за мной! Спасибо, спасибо. Максутов, я ждал! О, держи вперед. Так это, вы же сказали, мы с Максутовым, вот она и... Максутов, за ней, быстро! Все, отходим, отходим! Сейчас их отрежут от Лизы и Каюкова. Пошли! Что это? Командир, пожалуйста! А группа, прикрытие, пять целов, не больше. Может, подмогнем? Подмогнем. Пошел. Слишком близко, отходим быстрее! Возьмите их живыми. Что? Я ногу подвернула. Бахтиер, уходи! Зура! Уходи! Вставай! Поехали! Кажется, оба готовы. Кажется, оба готовы. Боец на повал. Девка жива. Собери орудие. Привал. Жива? Жива. 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 Вы хотите сказать, что волна паводка сюда не дойдет? Жива. Скажите, я могу взглянуть на ваши расчеты? Конечно, если будут вопросы, задавайте. Хорошо? Хорошо. Я бы, если можно, выпил кофе. Да, я тоже. Пожалуйста. Прошу вас, угощайтесь. Кофе, бутерброды. А я, с вашего позволения, немного разберусь с этими документами. Спасибо. Это что, настоящая лейка? Да. Это? Да. Действительно. Разрешите? Кемке, что вы скажете? Господин Шнуферер, здесь определенно есть над чем поразмыслить, но я думаю, что мне понадобится еще немного времени, чтобы сделать какие-то точные выводы. Да, пожалуйста. Оставьте себе документы. Хорошо. А вы интересуетесь фотографией? До войны интересовался, да. Но такой я, конечно, и не мечтал. У отца была революционная камера «Обскура». Вот он меня и научил. Одно время я даже был внештатным корреспондентом маленькой местной газеты. Неужели? Да, пока не женился. Понимаю вас. Знаете, моя жена тоже весьма скептически относится к моему хобби. Считает, что я могу больше времени уделять семье. Но, как говорится, охота пущей неволе. Отец. Надеюсь, пожалуйста. Ну, как она? Да сейчас вроде нормально. А что будет дальше, я не знаю. Лекарства нужны. Да и доктор не помешал бы. Километрах пяти от склада. Село Крупенич. Ну? Он там должен быть. Может и есть. Только вот пойдет ли? Не тащить же ее туда. Надо, чтоб пошел. Ну, надо так надо. Бери Алана и идуй туда. Есть. Где вы на связь выходите, командир? Ну, а что эфир? Школьники появлялись? Молчат. Зато немцы зашевелились. Радиообмен десять раз подскочил. Но я думаю, день-два успокоится. Ну, тогда и пойдем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... 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 Может, они все у этого чертова склада полегли? Интересно, куда они народ гонятся? Видимо, на площадь. На кой ляд? Скоро узнаем. Японский городовой. Так это ж наших повезли. Вот твари. Сколько там наших? Все. Максудов. Все. Петербург. И Вера. Ее нет. Значит, по крайней мере, жива. Узнать бы еще, где она. Ахтунь, битте! Прошу внимания! В прошлой ночи были 14 немецких солдат и офицеров. А также многие были ранены. Мы знаем, кто для обрабатывания. Мы знаем, что ответственные за это находятся где-то рядом, в лесу. И мы будем вынуждены взять заложников. Ахтунь! 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 Заложниками идут. Надо проследить, куда их отведут. Ахтунь! 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 Просто! Стоп! Стоп! WAY歲 Поfix Разбучают Настоялось Ахтунь! Ахтунь! Он в течение двух дней Комplementарcation останется Мы будем вынуждены расстрелять заложников. Уходить надо, пока немцы все там. Нет. Подождем до ночи. По крайней мере, может быть, узнаем, что с Верой. Где она? Борис! Разрешите? Поставьте чемодан на стол. Вы свободны. Простите, что… Вынуждены беспокоить вас в выходной день. Что-то случилось? Да нет совсем ничего. Если не считать, что там идет война. А у вас тут довольно уютно. В отличие от ваших товарищей. Поскольку мне известно, некоторые из них живут как свиньи. У меня здесь нет товарищей. Да, я знаю, и женщин у вас нет, и спиртное вы не пьете. Собственно, знаете, это не цель моего визита. В последнее время мне решительно не нравится ваше моральное состояние. Особенно эти выходки с побегами от охраны и небрежность в обращении с документами. Но да ладно. Учитывая ваш разговор с господином Кемпке, я решил сделать вам небольшой презент. Это мне? Да. Надеюсь, ваше довоенное увлечение благотворно повлияет и на ваш дух. И вы наконец перестанете, как это по-русски, хандрить. Это слишком дорогой подарок для меня. Я не знаю, как смогу вам за него отплатить. Лучшей благодарностью будет ваша работа на благо Рейха. И давайте условимся, своим хобби вы будете заниматься исключительно вне службы. В противном случае вы попадете на заметку гестапо, и тогда уже даже я не смогу вам помочь. Кстати, Кемпке изучил ваши расчеты, и они навели его, как мне кажется, на довольно интересную мысль. Посмотрите. В наиболее опасных местах береговой линии возвести что-то типа укрепительных валов. Что значит что-то типа? Именно укрепительные валы. Кемпке считает, что они способны не только значительно ослабить силу удара, но и вообще направить валу в обход объекта. Понятно вам? Что вы скажете? Вполне возможно. Но на это уйдет очень много времени, уже не говоря о людских и материальных ресурсах. А вы об этом не беспокойтесь. Ваша задача – провести необходимые расчеты. А остальное – это моя забота. До свидания. Мистер. Мистер. Черт. Мистер. Черт. Черт. Тише. 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 Вот и хорошо. Как хорошо, что ты пришел. Помнишь, как мы перед самой войной в город ехали за литинцами? Помню. Они потом от жары потекли, и платка, как назло, не было. А ты ему рот панаму вытер. Так я не смог отстирать. Помнишь? Я все помню. А потом по всей улице воду искали. Пить. Пить, говорит, хочу. А воды нет, один лимонад, праздник же. А потом, потом купаться пошли. И я кричу, держу, сына твоего держу. Он улыбается на тебя, похож. Помнишь? И помнишь, нам лошадку купили? Деревянную. Как у тебя в столе. В том. Помнишь? Помнишь? Я все помню. Пей. Еще пей. Еще чуть-чуть. Ты пообещай. Пообещай, что тебя спрашивают. Что не испугаешься. Как тогда? Я не испугаюсь. Все. Мы все вернем. И деньги тут вернем. Все вернем. Ты главное, ты главное пообещай. Обещаешь? Обещаешь? Обещаю. Поцелуй меня. Поцелуй меня. Ее. Поцелуй меня к себе. Поцелуй меня к себе. Привет. Инженер-лейтенант, я пообещал, а ты будь добр, сделай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сразу ко мне. Ясно? Большое спасибо. Тут разговоры ходят, дескать, немцы уже под Москвой. Как вы думаете, они... Вот им. Ну, дай-то бог. Двинем, помолись. Тихо. Смотри. Люди, кажись, наш. Стоит проверить. Давай. Фу ты. Батарейки садятся. Надо на связь с Центром выходить, пока совсем не сдохли. Подождем еще сутки. Они после боя на складе наверняка нас ищут. Слушай, а я ведь ее вспомнил. Это же она тогда, ну, в Алипове, с ранеными. Она. Эвона, как тебе Синмир-то? Интересно, как она тут оказалась? Мужа она ищет, и, судя по всему, уже не найдет. Погиб? Для одних погиб, а она все равно надеется. Что-то для одних, для других, она, он. Говори ты по-человечий, командир. Бабу, мясо и рыбу берут голыми руками. Немцы ее мужа, по-оборот, взяли, а она все равно верит в него. Другими словами, вы считаете, что эта идея изначально абсурдна? Совсем нет. Просто, по-вашему, выходит, что вся береговая линия, которая идет параллельно аэродрому, еще вот этот километр вверх по течению, это опасная зона. Вы вообще можете представить себе объем работы? Честно говоря, не очень. И я тоже. И к тому же вы забываете про фактор меандрирования. Про что? Изгибы речного русла. Они уже сами по себе являются естественным препятствием на пути паводка. А вот оно что. И что вы предлагаете? Возвести вал там, где волна уже снизит свою скорость и ударит в берег. Я думаю, это где-то вот на этом участке. Вот как? Теперь я понимаю, вал должен отразить волну и направить ее дальше по течению, верно? И тогда получается, что волна пойдет обратно. Так? Это очень хорошая идея. Да, именно. И это раз в десять сократит объем работы, соответственно, материальную затрату. Я, правда, не уверен, что мы успеем за столь короткое время, потому что одно утверждение и согласование проекта, это ведь занимает много времени. Не думаю. Знаете, через неделю аэродром уже должен принять первую эскадрилью высотных бомбардировщиков, а через две функционировать на полную мощность. Вот так. То есть вы хотите сказать, что мы не будем ждать согласования и вся ответственность упадет на наши с вами плечи? Нет, совсем нет. На ваши плечи. Вот ветлость. Семья уже симпатул. Сошла, он все вперед и вперед. Это хорошо, еще ночь лунная. Атаку давно упустили бы. Слушай, у тебя нет ощущения, что он нас засек, а теперь просто мотает? Да ну, зачем он нас мотает? Если бы он нас засек, он уже бы давно оторвался. Не понял. Ну, куда он делся-то? Ну, говоришь же, надо было сразу брать. Вот и правильно. Клешни в гору. Выполнять? Кто такие? Рядовой Солодовников. Сержант Соливанов. Что за вид? Документы есть? Нет, мы в разведке. Ну и кто вас туда послал? Кто надо. А вы часом не из тех, кто позапрошлой ночью пытались в склад взять. А? Вообще-то там десять наших оставили. Вот нас и послали узнать, что с ними. Разберемся. Ладно, пошли. Куда? Пасти верблюда. Давай вперед. И без резких движений. Я этого не люблю. Проснулись. Проснулись. Где я? В лесу. Мы вас у склада подобрали. Опять вы? Опять я. Вот жизнь нас войдет. Воды дайте. Ищу. Нет. Все. Как там? У склада. Кто-нибудь выжил? Тот, с кем вы бежали, погиб. А про остальных я не знаю. У вас ранение в руку. Старайтесь ей особо не работать. Кто были эти люди? Окруженцы. Я случайно к ним попал. Повезло. Да. Пожалуй. Вера. Я тогда на плотине у вашего мужа видел вашу фотокарточку. Я узнал вас тогда в Алипе. Я сказать должен был вам про Бориса. Должны были, но не сказали. Я написал рапорт. И вы можете ненавидеть меня за это. Вы сделали то, что должны были сделать. Борис – предатель. Он служит у немцев. На той самой плотине. Я должна сказать вам спасибо. Если бы не вы, и не этот рапорт, меня бы здесь не было. я бы уехала в эвакуацию. И тогда у него точно не было бы никаких шансов. Так что, не судите себя слишком. Строго. Вы видели его? Мы с ним говорили. Он все понимает. Мы все исправим. Командир. Отдыхайте. Да не знаю я этого. Вам с полковником Налетовым это надо обсудить. Делеванов. Живой. Поскольку все отпущенные сроки уже истекли, а группа встречен, когда связь так и не вышла, если не считать, что она уничтожена, а почему приказано готовить новую группу? Сколько времени на подготовку? Три дня. Боюсь, что в таком случае даже малейшего шанса у них не будет. У нас не так много людей, чтобы использовать их как пушечное мясо. Для подготовки новой группы нам понадобится не меньше двух недель. Это и мое мнение. И прошу довести его до сведения высшего руководства. Вы что, не видите, что вокруг творится? Фронт по швам трещит. Немедленно приступить к формированию новой группы. Все. Из машины, быстро! Интересанты? Думаю, да. Вы тут пошумите немного. Поехали, пойду. Викторки! Воян! Викторки! 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Жив? Нет. А что теперь? Будем готовить новую группу? Сначала доложим. Ну, в любом случае, у нас нет таких полномочий. Стало быть, времени на подготовку будет побольше. Встреченка ведь выпускник вашей школы? Так точно. Вы же тоже не верите в гибель группы? Не верю. Удалось выяснить, что это за аэродром? Судя по тому, как укрепляют грунт, предназначен для тяжелых самолетов. Ну, значит, для дальнего бомбардировщиков отсюда до Москвы пятьсот километров плюс-минус. Если правильно рванем плотину, лишим энергосвобжения не только район, но и смоем этот аэродром к чертовой матери. Ну, хотелось бы вместе с самолетами. А вот как-то так. Товарищ полковник, а вы сами это доверяете, этому вашему… Спасибо. Расчетам этого вашего человека. Я так думаю, что каждый в жизни имеет право на второй шанс. Ну, это лично мое мнение. В любом случае, я должен об этом доложить. И чем скорее, тем лучше. Что у вас? Батарейки для раций есть? А то наши почти сели. Да, запас батарейки у нас имеется. Что у вас с боеприпасами? Плохо. С личным составом тоже, как видите. По дороге сюда ваши бойцы рассказывали, что в Крупяничах немцы взяли в заложники мужчин, в основном. Если их освободить, вот вам и пополнили. Тем более, мы за них в ответе. Если б не этот склад мотил. Как она? Да вот так уснула. Пока не с ней растрясли малость. Куда вы ее? Да мы тут в одной землянке что-то типа лазарета организовали. Давайте, давайте. Когда на связи? Сегодня я ранирован. Только отойдем подальше. Ну, удачи. Есть. Держи. Стоп! Синхронность с действием не к черту. Часовые посты должны быть убраны одновременно. Максимальный допуск – секунды две, а у вас их семь. Продолжайте занятия. Продолжайте. Продолжайте. Как идет? Синхронность подтянуть и будет неплохо. В любом случае, истинную остановку на объекте мы же не знаем. Ничего. Скоро узнаем. Столяченко вышел на связь. Еще. Мне поручено руководить операцию. Таким образом, если грамотно взорвать плотину, можно обесточить не только завод, но и уничтожить этот аэродром, который немцы построили для тяжелых бомбардировщиков. Информация получена от отряда, в котором находятся сейчас остатки группы Стрельченко. А что там за отряд? Кто такие? Окруженцы из разных частей. Командир – полковник Налетов. Я уже послал на него запрос. Но самое главное, что у него есть свой человек среди немцев. Из местных? Да нет из наших. Служить к немцам пошел добровольно. Теперь вроде как раскаялся и готов искупить вину. Некто Борис Жихарев. Не тот самый, в вине которого плотина была невзорвана в октябре. Тот самый. И тем не менее, Налетов ему доверяет. А вот у Стрельченко есть сомнения. Ну еще бы. Он по его вине чуть под трибунал не угодил. По сведениям Стрельченко, аэродром почти готов. Ведь оттуда и к бомберам до Москвы полтора часа улету. Так что ситуация весьма заманчивая. Да, есть о чем подумать. В любом случае, нужно срочно передать приказ Стрельченко о прекращении любых активных действий. Пусть немцы успокоятся. Согласен. Тем более, что производство дальних бомбардировщиков для немцев одно из самых больных мест. А мы здесь одним разом не меньше полка смоем. Суть по всему, они готовят генеральное наступление на Москву. Полк таких машин серьезной козы. Так что промахнуться мы не имеем права. Как только мы снимем часовых у амбара, освободим заложников. Вы атакуете опорный пункт. Немцев там два десятка. Только патронов у нас маловато. Весь брекомплект ваш. А вы? Разберемся. Главное внезапности. Сверим часы. Через час выступаем. В три ночи начало. Добро. Товарищ полковник, разрешите обратиться к товарищу. Обращайтесь. Вот он. Только что пришло. Организовать встречу десанта для захвата плотины. Прибудет планер. Выбрать место для посадки. По аэродрому и плотине немцев не тревожить. Вольно. Есть. Что скажете? Ну что ж, логично. До выполнения основного задания фрицев не надо тревожить. Заложники. Людей жалко. Значит… Значит, выполняем приказ. Заложники. Пожалуйста. Вы можете остановить машину? Мне нужно в туалет. Стоп. Господин Жихарев! Ваше неврежное отношение к инструкциям начинает меня беспокоить. Мне придется об этом доложить. Простите. Простите, я… Думал, что могу вам доверять. Спасибо. Простите. Субтитры создавал Dian. Субтитры создавал Dian. Сейчас дых glue о réfле, имся помнят. inks. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я прошу прощения, думал бы спеть? Нет, не сплю. О нем думайте. Сегодня он должен оставить записку. С местом и временем. Следующая встреча. А я здесь. Лежу. Боитесь, что без вас он не пойдет на контакт? Я единственная, кто ему по-настоящему верит. Насколько я понял, ваш командир тоже склонен ему доверять. Напишите ему письмо. Объясните, в конце концов. Главное, что вы живы. Видимо, так и придется сделать. Спасибо за яблоки. Сильванов говорил, что вы сегодня идете освобождать заложников. Уже не пойдем. Приказ пришел. Прекратить любые активные действия. Как же так? Они же за нас погибнут. Ну, если бы приказ пришел на пару часов позже, в любом случае, заложники могут сбежать, подкоп вырыть. Или доски. В крыше разобрать. Суд приказа не беспокоит немцев. А вот мы и не будем. И их беспокоить. Засек? Полторы минуты. От точки до точки. Хреново. Да. Хода к десять минимум. Значит, я пошел по телегу, вытащу пару нижних досок из стен, а ты прикроешь. Понял. Понеслась. Ух, я… Тихо. Свои. Вы двое. В очередь. И погнали. Давай. Пошел. Все в порядке? Теперь моя очередь. Ну, давай. Будьте осторожны, Паули. Буду. Сюда. Сюда иди. Отдай-ка мне сигаретку. Держи. Спасибо. Мне кажется, я что-то слушал. Подождите. А, это лошадь. Как же здесь холодно. Да, ты прав. Холодно. В Мюнхене наверняка солнце сегодня. Или фамилия Алексея. Известно? Отдыхайте, отдыхайте. Ну, как у вас дела? Разбираемся, товарищ полковник. Как вы понимаете, с пополнением отряда худо-бедно разобрались. А вот без взрывчатки на плотине нам будет очень тяжело. Я понимаю, у вас какой-то план был? Был. Добоюсь, он больно устарел. Может, прилет Джихарева? У него свободный вход на плотину, на аэродром. Вот я написала письмо, и думаю, что он все поймет. Мы тут с товарищем Стрельченко решили привлечь Бориса к операции по уничтожению плотина. Спасибо. Сейчас расскажешь свои соображения. Штурм отметаю сразу. Плотину нужно взять без единого выстрела. чтобы не дать им возможность вызвать подмогу. Сейчас же он может помочь в Борис? Может, и очень многим. Но для начала я должен убедиться, что мы можем ему верить. Я могу ему верить. Отдыхать. Добрый день. Добрый день. Борис. А куда это вы? Так вот, обед, господин Штурмфюрер. Ваше предложение по поводу безопасности в районе аэродрома? Одобрый день. Сколько времени вам понадобится, чтобы составить проект? Не знаю точно. Дня три-четыре. У вас 48 часов. И учтите, любая ошибка в расчетах может иметь фатальные последствия. В первую очередь для вас. Да нет. В первую очередь для вас. Ты? Ты? А почему не... Не смогла прийти. Понятно. Ну, а ты откуда? Разве это важно? У тебя есть, что передать? Да, конечно. Значит, если разместить взрывчатку на каждую точку инициации, плотина будет уничтожена наверняка. В результате взрыва образуется мощная волна-поводка. Настолько мощная, что этот вал ее не выдержит. Она до него не дойдет. Можно? Вот здесь, перед самым входом в меандр, начинается старое русло, в котором река текла, ну, еще черт знает когда. Поскольку такой крутой изгиб сам по себе является серьезным препятствием, «Волна» выберет путь наименьшего сопротивления. Чем самым по старому руслу выйдет к аэродрому, по наиболее короткому пути. И быстрее, в полтора раза. Это я заброс. Нужно обо всем доложить. Сколько времени это займет? Понятно. Сначала своих предал, теперь немцев. Ну, ничего ты ждал. На проверку. Нужно время, а у нас его нет. Сможешь сам заложить заряд. Тогда мне придется пойти с вами на плотину. Придется. Только в случае успеха и шансов на то, чтобы выйти, у нас немного. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Ты больше ни о чем не спросишь? Значит, ни о чем. Сам скажу. Хорошо, но сначала объясни, что с ней. Она пишет, что заболела. Но ведь это неправда. Ранена была. Сейчас все хорошо. Через пару суток станет на ноги. Три месяца, одиннадцать дней, восемнадцать часов. Ровно столько я был предателем. Пока Вера не вытащила меня из петли. Думаешь, я из-за тебя не вынул? Думаешь, пожалел? Рука не поднялась. Да, все верно. Пожалел. До слез, до дрожи в руках. Пожалел. Но не тебя, а себя, ее, сына. Потому что как им быть, когда меня не станет? Рви, лейтенант! Столько мыслей, я представить не мог, что за несколько секунд можно столько всего передумать. Рви, твою мать! А что, если сдаться? Просто поднять руки и... Что будет потом? Ну! Постреляют или отправят в лагерь? Но главное, как будут жить они, если кто-то узнает? Но как они смогут узнать, если когда взорвалась эта мина, стало ясно, что делать дальше? Никто и никогда об этом не узнает. А значит, можно жить. Ну, вот. Итак. Продолжайте. Есть. Товарищ капитан, проходит плановое занятие по подготовке диверсионной группы. Я буквально на минуту со спины. Давай. Центр в целом одобрил план Стреченко. Давай. Ну давай, давай. То есть нам считают, что личное участие Жихарева в операции гарантирует его искренность? Видимо, так. Ведь он все-таки рискует собственной жизнью. Хотя, конечно же, ни о каком безоговорочном доверии речи быть не может. Именно этот аспект нам предлагается тщательно продумать. Срок сутки. Все уже продумано. Значит, у нас есть сутки для подготовки. Ну что ж, с группой определились? Так точно. Боевая группа и основная часть специалиста миньора. Двести килограммов взрывчатки нам нужно заложить на минимальное время. В таком случае, сегодня же отправляем радиограмму Стрельченко. Пусть готовят площадку. Удачи. Удачи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА